Всем привет! Сегодня поговорим про любовь, про обманы, про... Хочу вас предупредить о чем-то в отношениях не только с турком, в турке такая база, да, узкая, назовем так, специальность, на которую я сегодня буду опираться, но это вообще с любыми альфуансами, обманщиками, с мужчинами, с людьми, которые с вас хотят что-то поиметь, хотят нажиться каким-то образом, преследуют какие-то свои цели. При этом обманывая вас, затаскивая, скажем так, типа в отношения, но их задача что-то с вас снять, либо деньги, либо какой-то там, не знаю, обман, или просто им удобно порезетировать, ничего не делать, быть лентяем, а вы такая рабочая лошадка, которая сама и на скаку лошадь остановит, и в горячую избу войдет и так далее. В общем, про все вот это, но в частности про турок. Турки, которые хотят вас затянуть в отношения, которые сладко говорят, когда говорят, ой, я разочаровалась, меня обманывали, очень хорошо работает пословица, я и сам обманываться рад. Потому что первая вообще схема, психологический прием, который такие люди используют, в частности, очень это альфонсы или манипуляторы искусные, они вам показывают ту картинку, показывают себя с такой стороны, с какой вы хотите их видеть. Они на самом деле первое время знакомства считывают ваши желания, вы сами о себе все это рассказываете. Так нарциссы так же поступают, это просто психологический такой прием. Вы, говоря, я хочу семью, детей, вижу себя вот так-то, карьеру, неважно что, ваше представление, хочу путешествовать, вообще семью детей не хочу, хочу легкой жить, чтобы у меня был партнер, чтобы мы там тра-та-та. Не важно, что вы скажете, человек для того, чтобы расположить вас к себе, он будет вам первое время давать ту картинку, которую вы запрашиваете. Считывая ваши желания, предпочтения, он максимально подстраивается под них и дает вам визуал, назовем так, некий обман, после которого вы себя чувствуете растоптанной, обманутой, вообще плохо себя чувствуете, то, что вы хотите видеть и слышать. Вы получаете, на самом деле, это действительное. Он подстраивается под ваши запросы. Что нам это дает? Вы теряете бдительность, расслабляетесь, начинаете верить в такую сказку, что это все правда на самом деле, что он вам предлагает. При этом вы позволяете в эти моменты не слышать свои желания, ваша главная ошибка, и такая начинаете сомневаться. Он же всякими методами, ходами, ситуациями проверяется. Он нарушает ваши личные границы, затыкает, скажем так, ваши желания, оно не учитывается. И в итоге вы оказываетесь обмануты, брошены, в абьюзе, использованными, и все-все-все прочее, что не про любовь, не про хорошие, не про здоровые отношения, а про нездоровые. То есть два момента, какие ошибки две. Первое, это позволить нарушить мои личные границы. Их методика, как их нарушить, вам говорят, желаемое за действительное выдают, и вам врут по вашим запросам, что вы хотите услышать, что вам предлагают. Вы тогда теряете бдительность. И второе, не слышать своих желаний. Вот чтобы не попасть в такой просаг, когда вы начинаете общаться, то есть я не про то, что всех надо бояться, ни с кем не встречаться, или какие-то категории мужчин или людей, опасаться. Общаться можно со всеми. Хотите вы спросите, как скажу я, спите с ними, хотите вы с ними встречаетесь. Нет такого четкого критерия, который вам поможет разграничить. И типа, вот этот хороший человек, этот обманет, а этот плохой, а этот негодяй. Вот с этим можно спать тогда, типа, проверим его на что-то, не знаю, займу ему денег или не займу. И, например, Альфонс у вас не сразу начнет просить деньги, а через время, когда вы привыкнете, когда падут ваши личные границы, когда вы, самое главное, предадите ваше желание и ваши взгляды. И через время у него разными путями умирает бабушка, падает его бизнес, крушится, не знаю, что еще делается, да, попадает он в аварии, всякая фигня неважная, долги какие-то вылазят, и он у тебя просит маленькую сумму, а потом эти суммы все больше. Короче, вот это вся история канители, он вас подпитывает тем, что ну все же так классно начиналось, я тут идеальный для тебя, давай посмотри на меня. Я за то, что общаться со всеми, доверяем не всем, но пробуем, общаемся, вступаем в контакты, начинаем встречаться, знакомиться, узнавать друг друга, без проблем со всеми, если супер-мега каких-то отталкивающих моментов нет, тревожных чересчур. Но вы остаетесь при вашем желании и при ваших личных границах. Вот если у вас было желание, чтобы образ какой-то мужчины есть, заботливый, не просит у меня денег в долг, нежадный, например, я в свою очередь тоже там какие-то подарки делаю, взаимообмен, короче, да, происходит, не в одни только ворота, только для меня, так тоже, знаете, не работает, если что. Ну какой-то взаимообмен у нас, комфортно, нам приятно, хорошо, не знаю, например, у вас есть ребенок от первого брака, и у вас, например, в голове такое партнер условие, чтобы он не ругался с моим сыном, например, или дочерью, принимал его, ну и были дружеские отношения, например, да, вот вы начинаете встречаться, он его рисует классную картинку, вы чувствуете, что это, наверное, оно, ответственный, серьезный, нежадный, тря-ля-ля, ну вот в какой-то момент начитаются проблемы с моим, например, ребенком. Он его, например, критикует, пытается, там, не знаю, передо мной выставить не в лучшем свете, соперничество, конкуренция, может быть, там, еще что-то, неважно. Но ваши установки до этого, это были мои интересы, это моя личная граница, сейчас она нарушается на самом деле. И вот под вот этим чувством, что вроде бы все так классно, но в остальных-то аспектах он хороший мужик. И, наконец-то, я, наверное, влюбилась, или меня любят, и у нас все по-серьезному, наконец-то, у кого чувство одиночества гонит, наконец-то, я не одна. Но есть такая проблемка про моего ребенка. И тогда, в этот момент, женщина закрывает на это глаза и думает, ну, столько же классных, хороших качеств. Да, это мне показалось. Ну, конечно, проблем, ну, он ничего мне не должен, не обязан. Это же ребенок от другого мужчины, от предыдущего брака. И такие всякие, это отговорки, на самом деле. Это тот момент личной границы, который вот у вас был до начала с ним отношений, запрос такой. Вот он должен оставаться и дальше. Вот в чем дело. Если вы сейчас позволяете эту границу нарушить, по вашему желанию, все. Вы начинаете, скажем так, подстраиваться. Представляете, под что вы подстраиваетесь? Под скандалы с вашим ребенком. Вы, как мать, его не защищаете. Или, там, условно, между ними, там, да, встаете, но это предательство ребенка он это чувствует. Ему хочет сказать, мам, какого черта? Мы с тобой прекрасно в твоем жили. Сколько ты чужой дядя меня тут пришел начинать строить, например, да? Это разве не предательство, когда мама вообще впускает на свою границу, свою территорию, позволяет какому-то постороннему человеку, это вам, вы с ним спите. У вас к нему чувство, у вашего ребенка к нему чувств нет. И вы позволяете, например, третировать, там, на подкалах, ну, неважно, что происходит. Вот. Я его просто сфантазировала, сгенерировала. И эти примеры вообще разные, не только про детей, про ваши интересы какие-то, про ваши желания. И это все, вы скажете, ну, если я буду такой категоричной, то я вообще одна осталась. Надо идти на компромиссы. И вот здесь это ваш страх одиночества, ваш страх остаться одной. Вы готовы опустить свою самооценку, стереть свои личные границы, вы готовы подстроиться, лишь бы не быть одной. Лишь бы не испытывать социального давления, там, какого-то свои страхи, у каждого свои какие-то причины. А я вам скажу, это страхи, которые барьером у вас. Вот вам кажется, что вот он, страх этот остаться одной, за ним еще бездна, кошмар и ужас. А я вам скажу, что страх можно преодолеть и увидеть, что это не бездна, не черная какая-то дыра или дверь. Ее можно открыть и посмотреть, что там дальше жизнь за ней еще продолжается. Это ваш личный страх. Он в голове только у вас. Вокруг у других людей этого страха нет, скорее всего. Я уверена, нет, у каждого уже свои страхи. Оставшись при своей самооценке, при своей личной границе, при своем желании, как я на самом деле хочу, не подстраивая свое желание под партнера, да, у вас будет больше и дольше момент выбора партнера, вы будете более избирательны, но больше процент того, что вы в итоге выйдете на ту форму взаимоотношений и пониманий, когда вы найдете своего человека, который будет уважать ваши личные границы, который будет с вами в диалоге, будет с вами договариваться, не унижать вас и затаптывать или залазить на вашу границу, а слышать вас, говорить с вами, обсуждать проблемы, и у вас будет любовь. Все как бы рады и счастливы. Но пока мы живем за страхом, то мы боимся что-либо потерять или остаться там одни, ну, остаться один это просто как пример, да, то мы тогда даже не знаем, что оказывается дальше, что можно больше это все преодолеть, прожить, что ты на самом деле сильный человек. И мы тогда, когда живем под своим страхом, мы сами закапываем свою самооценку, сами позволяем нарушать свои личные границы и сами начинаем корректировать свои истинные желания под фальшивые, под желания партнера. Ну, например, вы до встречи с своим парнем откладывали деньги, копили себе на какую-то марку определенную машину, да. Вот вы уже встречаетесь, отношения, вместе живете, например, и там у всех к свадьбе идет или еще что-то, он просто говорит, ну, может, ты такое не хочешь, да, она дорогая, да, у нас другие потребности, еще там что-то, еще там как-то. Не он, например, стремится больше заработать или отдельно как-то что-то, денег привнести или помочь тебе эту машину крутить. Он начинает что-то делать, залезать на ваши желания и уверять вас в том, что, уверять, что оно вам не нужно, обесценивать его, третировать вас, понимаете? И вы такая, ой, ну я же его люблю, ну, может быть, он прав, а может быть, я действительно этого не хочу. И так просто шаг за шагом в остальных всех аспектах жизни вы начнете из страха его потерять или страха быть одной, на зато с мужиком, зато в отношении, зато не одна, зато не так плохо, вы начинаете прогибаться и придавать свои желания. Но в нормальных здоровых отношениях партнер бы сказал, классно, но мне как бы нет денег теперь купить, помочь эту классную тачку, но будет здорово, если ты на нее откладываешь деньги, молодец, продолжай это делать. Я тебя поддерживаю в этом. Диалог, поддержка. Но в здоровых отношениях в этот момент партнер скажет или какая-то ситуация будет нездоровая, нужны деньги, ЧП, у вас у самой появится желание, например, блин, а может мне эта машина не нужна, я хочу вот закрыть эту ситуацию или эту проблему, использовать эти деньги вот так. Но это ваши желания, исходящие от вас, а не от давления или переначивания вашим партнером. Вот в чем секрет. То есть, чтобы быть счастливым человеком, меньше ошибаться, меньше оступаться, попадать в какие-то зависимые ситуации и не разрушать свою самооценку, вам нужно прислушиваться больше к своим желаниям. Это должно быть по вашему желанию. Сейчас очень многих это может вызвать непонимание или очень жесткое сопротивление. Фразы типа «невозможно жить только по своим желаниям», это эгоизм, «так нельзя». Ребята, так можно. Просто ваши установки от родителей, вообще нашего постсоветского пространства, они все про угнетение и задавливание ваших желаний. Дети, которые ничего не хотят, не просят, не стремятся, в которые не верят, которых критикуют, это очень удобно. Ваших родителей так воспитывали, и вас в том числе, когда говорили «Да не высовывайся, да не интересуйся, тебя это не касается, у тебя не выйдет, в тебя не получится, ничего не хоти». Единицы те, в кого верили родители, говорят «Да у тебя получится, ты справишься, попробуй еще раз, я в тебя верю, ничего страшного, чем тебе помочь?» Вот много у кого так родители поступали? Это единицы, это очень мало. Но обычно про «не высовывайся, не пробуй, не получится». И больше скажу, успешных, кто живет по своему желанию, как он хочет, управляет своей жизнью, до сих пор в нашем обществе не любят. Потому что это как соринка в глазу. И ты видишь рядом пример, когда можно вот так жить, каждый человек думает «Блин, а что я-то так не живу? А что я ужимаюсь постоянно? А мне вот так нельзя? Я себе запреты ставлю, блоки запрещаю, я должен подстраиваться?» Конечно, сразу же агрессия, сопротивление на человека, который по-другому живет. И хочется заткнуть, и сказать «Нет, блин, не показывай хороший пример, я хочу по-плохому, зато стабильно плохо. Стабильно плохо, стабильно привычно, стабильность, стабильность, стабильность». Это как бы классно для нашей психики, это мозг так у нас всегда работает. Мозг за любую стабильность, неважно за хорошую или за негативную, главное, чтобы не было потрясений. Потому что любой выход из зоны комфорта или постоянного вашего, скажем так, обитания, это напряг для мозга. И неважно, стресс у вас, трагедия, или что-то хорошее, рост какой-то там, заработок денег, вот это вот все, риски какие-то. Все мозгу не нравится. Ему нравится, когда стабильно, когда не надо напрягаться, стабильно, даже плохо стабильно, это окей. Главное стабильно, чтобы не напрягаться, чтобы не было затрат. Но я вам напоминаю о том, что пока мы в зоне комфорта находимся, не рискуем, не пробуем, не применяем что-то новое, не живем по своему желанию, а стабильно плохо, ничего вокруг вас не изменится. Вы никогда счастливым человеком или хорошим, но еще что-то нехорошо, ничего не произойдет. Чтобы что-то происходило, надо двигаться куда-то, что-то делать. Пока у тебя стабильно, и ты в стагнации, ты ничего не делаешь, перемен у тебя в жизни никаких не будет. Все. Если ты хочешь, чтобы что-то получилось, начни делать что-то для этого. Так пишут вообще все вот эти, знаете, книжки про зарабатывание, про деньги, коучи всякие. Хочешь результата, начинай делать. Любые движения. Все. Все очень просто. Наш мозг останавливается. И очень часто в отношениях, вот мы к чему скатились, про желания, про семью, вот в отношениях плохие, скажем так, в абьюзивные, расстроены мы результатом и что-то такое. В общем, мы недовольны ситуацией, потому что мы за стабильное, плохое, за подмену каких-то своих желаний, постараемся под партнера больше, терпим. И вот эти обманщики, которые хотят попользоваться, обмануть, надурить, все вот про это в отношениях такие мужчины, они этим пользуются. Поэтому я сначала очень красно все объясняю, показываю, примерами даже какие-то вложения вас делают, радую чему-то. Потом потихоньку не замечаете, как вы скатываетесь в абьюз, или вы скатываетесь в жизни так, как вам хотелось. И он потихонечку иногда подкидывает в эмоциональных качелях конфетку, сладенькая намека. Помнишь, как было классно вначале? Сейчас потерпи, стабильно, плохо. И опять у нас, опять откат будет назад, все будет хорошо. Чуть-чуть он вам закинул травочки, чуть-чуть, два-три дня хорошо, а опять потом стабильно, плохо. Вот это простая схема, во что попадает наш мозг, в капкан, скажем так, в ловушку. Поэтому, если вы про развитие себя, любое вообще по жизни, в отношениях, финансах, в творчестве, неважно, это все про риски, про выход из зоны комфорта, про нестабильность. Рискуйте, предпринимайте любые действия. Есть такая классная фраза в психологии, любое действие лучше, чем без действия. Это вообще золотое правило, работает во всех сферах абсолютно. Применяйте, пожалуйста, будете счастливы. Вам это поможет. Что вы думаете по этому поводу? Мне интересно, нужно ли записывать подобные видео разговорные, что ли такое по психологии, объяснять, рассказывать, напишите в комментариях, применяете ли вы это на своей практике, в своей жизни, или вы про стабильность, но не выход из зоны комфорта, каждого, какой-то выбор каждого человека, как себя вести и что делать. Буду признательна любым комментариям и активностью под видео. В инфобоксе под видео моя почта. Если вам нужно записаться ко мне на консультацию психологическую, пишите на почту «Консультация, я вам вышлю условия». Если хотите прислать вашу историю для анонимного разбора на канале, присылайте с темой письма «История от анонима». Спасибо большое за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.